Добрый вечер! Вас приветствует программа «Без галстука» и я, Ирина Зайцева. С нашим сегодняшним героем мы познакомим вас буквально через несколько минут после рекламы на канале ТВ6. Добрый вечер! За год, как говорят, ей удалось вернуть в казну, а им, соответственно, потерять один миллиард долларов. И все это Тимошенко проделывает настолько изящно, что лишь через несколько месяцев все понимают, играет она по своим правилам. Именно этого последствия ей и не простили. Так считают соратники бывшего вице-премьера. Сама Юля Тимошенко говорит о себе, что всегда была бизнесменом честным и в политику вошла с чистыми помыслами. А оппоненты в ответ – ничего подобного. Этот политик с ангельским лицом – самый коррумпированный чиновник в стране, чуть ли не криминальный авторитет. Ко всему еще и хитра. То сотрудничала с бывшим премьером Лазаренко, а теперь отрекается от каких-либо связей с ним, то пила чай с президентом Кучмы и поддерживала его на выборах в 99-м, а теперь называет его, мягко говоря, некачественным менеджером. На что Тимошенко отвечает спокойно. К подобным приемам власти она давно привыкла. И к непредсказуемости говорит тоже. До последнего момента ей наперебой предъявляли обвинения аж две прокуратуры – украинская и российская. Но вчера, 15 сентября, часть обвинений неожиданно была снята. Украина. Декабрь 2000-го. Оппозиция обвиняет в причастности к исчезновению независимого журналиста Гангадзе, президента страны. Массовые протесты. Пусть мурэль! Пусть мурэль! Власть не сомневается. Главный действующий лицо и организатор беспорядков – вице-премьер правительства Юлия Тимошенко. Спустя время ей предъявляют обвинения в контрабанде российского газа, уклонении от уплаты налогов и дачи взяток. Затем следует ее отставка и арест. Рейтинг Тимошенко стремительно растет. Люди сегодня на 60% убеждены в том, что я действительно какие-то вещи незаконные совершала. Поэтому не нужно это упрощенно рассматривать как такую рейтинг-программу. Это вообще очень тяжелое горе, которое пережила я и моя семья. И это, на мой взгляд, все действия, которые сделала власть, они отодвинули нашу команду от людей, от большей массы людей в стране. Хотя есть определенная категория людей, которые понимают, что происходит. Полуопущенные веки. Нежный, задумчивый, временами даже печальный взгляд. Медленный, грациозный поворот головы. Честно говоря, образ абсолютно далекий от привычного представления об образе борца за свободу и справедливость. Но именно она сегодня главная героиня на Украине. Ее узнают, останавливают на улицах, иногда проходы не дают. Я так хочу до вас на прием, призвища Тимошенко повезло звучать. Вы скажите, что я с вами на Бессарабке зустрилась, чтобы вы нагадали мне. Доброе? Доброе. До побачения. На все доброе. Пока. Все доброе. И вообще, мадемуазель, мы на вас надеемся. Спасибо. Даже, извините, бомжи на вас надеются. Да. И вы прекрасная женщина. Да, спасибо. Они пишут книги, ей посвящают духи, говорят, всякое. Только одни с раздражением, другие с обожанием. Называют «Газовая королева», «Женщина с железной хваткой», «Наша леди Ю» или «Украинская Жанна Д'Арк». При всем уважении к историческому образу Жанны Д'Арк, просто всей душой не хочу так закончить. Но зря смеется Юлия Владимировна. Именно такую участь предрекают лидеру оппозиционной партии «Батькивщина» и ее оппоненты. Во-первых, говорят, покусилась на самое святое – на президента. А во-вторых, слишком уж много на себя берет. Полагаю так, что такая женщина, как вы, могла бы действительно, во-первых, спокойно жить. И безбедно вы же занимались бизнесом, и для этого немало сделали, и заработали себе на жизнь. Могли бы спокойно сидеть, отдыхать, странствовать, путешествовать, заниматься собой. Иначе, раз вы этим занимаетесь, значит, есть какая-то определенная цель. Меня всегда привлекала определенная красота результата и красота созидания. Вот построить красивый бизнес, гармоничный, эффективный – это просто было интересно, очень интересно. И вот когда этот бизнес достиг таких масштабов, которые я созидала и которым я руководила, я просто поняла, что уже в этой дисгармонии я просто жить не смогу. Вот это стремление к какому-то упорядочению процессов, оно меня просто автоматически привело в сферу политики. О красоте и гармонии Юлия Владимировна говорит постоянно. Убеждена, что это неотъемлемая часть и бизнеса, и политики. Просто у вас такой набор таких сочетаний, которые в политике невозможны, мне кажется, практически, тем более потом они не воплощаются в жизни. Так вот, моя цель, мое стремление, и я бы сказала так, вот какая-то даже может быть моя миссия в том, чтобы то понимание порядка, справедливого порядка и гармонии, которое должно, то есть красоты в политике, красоты в устройстве государства, красоты в устройстве отношений между разными социальными группами, чтобы просто это привести в жизнь. При этом, как утверждает Тимошенко, она никогда не занималась в своей жизни тем, во что не верит, и что реально невозможно воплотить в жизнь. А занималась она многим и довольно успешно. Распределение после университета, надежное место работы, партия, такой примитивный жизненный путь ее не устраивало. Ей необходим был свой темп, свой ритм жизни. Именно он вел к самореализации и свободе. Так появился бизнес. Сначала мелкие продажи видеокассет и организации шоу-концертов. Но уже в 90-м Тимошенко возглавляет корпорацию «Украинский бензин». Потом был газ, металл, электроэнергия в содружестве с экс-премьером Павлом Лазаренко. Он же, как говорят, и помог ей создать корпорацию «Единые энергетические системы». Компанию, осуществляющую поставки третьей всего газа, потребляемого Украиной. Впрочем, уверяет Тимошенко, многое из того, что о ней говорят и пишут, далеко от истины. Просто вот, знаете, как-то даже вот по-женски обидно, что все время кто-то за моей спиной ищет какую-то вот такую большую мужскую мужественную тень, которую я там взяла вот под белые руки и привела в бизнес, во власть, в другие сферы интересной жизни. Ну, это абсолютно не так. Зато абсолютный факт. Годовой оборот фирмы, которую построила Тимошенко с двух с половиной тысяч долларов, уже за пять лет увеличился до 10 миллиардов. Что, естественно, не могло не вызвать тревогу в президентской администрации и жесткие проверки. И вот что интересно, в принципе, когда меня уничтожали, одновременно с политиками украинскими, которые сейчас за рубежом находятся, вот что интересно, объединили тогда... Я имею в виду Лазаренко, которая сидит в тюрьме в США. Я имею в виду Лазаренко, да. Которому, кстати, вы тоже говорят взятки, да. Да, ну, я еще раз говорю о том, что говорят много кое-чего обо всех, но на самом деле, если бы это было так, то был бы уже обвинительный приговор. Вот, извините, весь финансовый мир просто вывернули наизнанку и вытрустили. Нашли счета всех чиновников и всех бизнесменов, естественно. Вот моих счетов не было найдено, ни счетов моих, ни счетов моей семьи. И не потому, что мы такие уникальные, вот и что смогли лучше там Березовского, Лягусинского или Лазаренко спрятать, а просто потому, что у нас не было вот этого мужества деньги забрать из оборота и уводить куда-то на свои личные счета. Мне только непонятно, как можно делать вот этот чистый бизнес в стране, где в любом случае существует коррупция, взяточность, воровство и клановость. Как это реально? Но я не считала возможным для себя принимать участие в этих всех махинациях, и я этого не делала. Вроде все так просто, а господин Кучма госпожу Тимошенко все-таки вором назвал. И вот он так публично при средствах массовой информации поражался. Вот как она, говорит, была вором, 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 а потом вдруг стала таким порядочным чиновником. Но я просто хочу ему сказать, и вообще сказать, что таких метаморфоз не бывает. То есть если человек вор, то он вор. И, собственно говоря, это мы видим на примере самого президента страны, Украины, и его окружения. Не боится говорить прямо о власть президента? Как бы я не боюсь, потому что кто-то в стране должен называть вещи своими именами. А потому Юлия Владимировна полна решимости доказать в суде, а если понадобится и в международном тоже, чтобы была честным бизнесменом. Я знаю, что даже самый продажный суд в мире не сможет предъявить мне обвинение, потому что там просто даже зацепиться не за что. Кстати, если уж вспомнить о, мягко говоря, не самых радужных взаимоотношениях Леонида Даниловича и Юлии Владимировны, то многие на Украине и до сих пор не могут взять в толк. Почему же тогда, в 99-м, президент назначил ее, депутаты Верховной Рады, вице-премьером правительства? А президент страны со своим вот этим всем гниловатым окружением, он просто совсем другую цель имел. Вытащить меня из парламента, лишить депутатской неприкосновенности, которая им уже давно мешала жить. И после этого, поставив на самый тяжелый участок работы в правительстве топливно-энергетический комплекс, зимой, в декабре месяце, это был декабрь 99-го года, то есть начинался 2000-й год, при полном отсутствии топлива в стране, при полном отсутствии электроэнергии в стране. Ну вот они подумали, что было бы очень удачно меня на этот участок работы определить. И затем, через пару месяцев, как человека, который не справляется снять, и как политика, просто вот растоптать, уничтожить, стереть резиночкой вообще с поля Украины и забыть. Это была хорошо, на их взгляд, рассчитанная программа. Но, как показывает время, она просто не совсем им удалась. О политических пристрастиях Тимошенко всем хорошо известно. Об иных история умалчивает. Но постепенно, беседуя, выясняли, она не прочь хорошо поесть, но держит форму, обожает вареники с вишней и борщ. Да, настолько искренне люблю, что мне иногда даже за это стыдно. То, что приходишь вот иногда на встречи с мужчинами, вот, ну, проводятся официальные встречи, например, и мужчины заказывают какие-то вегетарианские супы, что-то такое очень легкое. Мне хочется произнести слово борщ, заказать борщ. Мне становится просто как-то даже стыдно за свои такие низкие желания. А так вы уже готовите? Да. Ну вот, кстати, как это не прискорбно, но к такому системному приготовлению пищи я именно в тюрьме возвращалась. И вот именно там я почти каждый день в такой железной кружке на кипятильнике варила борщ. Как рассказала нам, на Украине любит плотно заправиться с утра. У нее же завтрак весьма своеобразный. Чай или ничего. Или ничего – это что? Это значит, что накануне было съедено больше, чем нужно. И поэтому завтрак не предполагается вообще. Да. Не пьет, не курит, не любитель балов и светских раутов, не охотится ни на кого, даже шутит на носорогов. И не играет на гитаре, как Леонид Кучма. Но музыка, вивальди и танцы в вечернем платье при свечах – ей по душе. А поете? Разве что гимн. Гимн? Знаете, наизусть? Конечно, безусловно. Но гимн для меня – это вообще что-то очень особенное. Такое очень, очень особенное и личное. Любит бегать по 10 километров утром или вечером. Особенно, говорит, вместе с дочерью Женей, когда та приезжает на каникулы из Лондона. Но нам призналась – бегает. А дума ее совсем не о личном и уж точно не о женском. Как правило, во время этих пробежек я беру какую-то сферу жизни Украины и думаю, как она должна быть гармонична и эффективно устроена. Это очень интересно, вот об этом думать и думать, как это будет работать, когда не станет авторитаризма в Украине. То есть работа – это и есть хобби? Работа – это и есть хобби. Причем вот это очень интересное хобби. То есть такого хобби пособирать там, я не знаю, с зайчиков, кроликов, крапки из печени или еще что-то? Такого не бывает, никогда не было. Вы знаете, вот стыдно иногда. Когда смотришь, вот люди как-то вот живут так свободно. Вот им интересно собрать что-то, коробки, кулечки, марки. Я думаю, может быть, что-то у меня не так. Вообще как бы со мной что-то не так. Я очень завидую этим людям, но пока меня интересуют совершенно другие вещи. Поэтому я думаю, что политика – это как раз и есть моя жизнь. Это то, мне кажется, для чего я вообще была рождена на этот свет. А родилась Юлия Тимошенко в семье служащих. Об отце никогда не рассказывает. Мама воспитала ее. Жили очень бедно, зато духовно богато. Кругу сверстников всегда была лидером. Любую работу делала с неподдельной страстью. И получала, говорит, потом эстетическое удовольствие от того, что результат всегда был на высшем уровне. Ну и параллельно, видимо, вы успевали совсем другое. Вы ветераны вышли замуж. Да. С долгой холостяцкой жизнью не сложилось. Ну, когда вы все успевали. У вас 40 экзаменов. Все на свете перейти. Из садового факультета на другой. Да. Но, вы знаете, одно другому не мешает. Учитывая, что мой муж, он как бы вот на голову мне свалился просто настолько неожиданно. Он свалился. Да, вот мы познакомились по телефону. Да? Да, вот просто звонок, он позвонил мне. И не туда попал. Ну, он куда-то в другом месте звонил. И попал вот совсем по-другому в номер. Спросил, как дела, как жизнь. То есть он разговаривал как будто со знакомым человеком. Совершенно другим. С знакомым человеком, да? Но не узнал его по голове. Да. А в этом все сложно. Как человек, ну, такой спокойный и вежливый. Мне неудобно было спросить, а кто это звонит. Поэтому я выслушала все. Но потом мне пришлось сказать все, что все-таки они так с ним говорят, да. Так они перезванивались несколько недель, а закончилось все двадцатью годами редкого семейного счастья. Это нужно на заметку взять женщинам-телезрительницам, да? Которые, когда кто-то случайно попадет. Случайно поднимаешь трубку, не говорите, чтобы вы не туда попали, да? Нет, просто не оставляете, да. То, что в жизни может просто быть все. И это было очень интересно просто увидеть такого очень красивого человека. И красивый, по-моему. Хозяйственный? Ну, как бы, нет. Ну ладно, хватит того, что красивый. Единственное, чего нет неграмотки, это хозяйственный. Но зато все остальное есть. Кто глава семьи, они никогда не выясняли. Достаточно и того, что отец мужа и до сих пор твердит. Вся семья только умом Юли и живет. Учитывая, что мы в очень молодом возрасте все-таки создали семью. Мне было 18 лет, а ему 19. Учитывая, что это вообще почти детский возраст, то начало было очень бурным. Это были такие вот детские какие-то ссоры, драки. То фломастер мы не могли поделиться. Мы вместе были студентами. То общих тетрадок кому-то не хватало. Только конспекты какие-то там не на месте лежали. И всегда это вот именно такие поводы были. И всегда очень бурно это проходило. Но потом вот мы обзавелись каждой своими канцелярскими принадлежностями. И все стало... И уладили наши недели. Но тогда это были действительно детские игры. Сегодня супруг лидера оппозиции Александр Тимошенко, ее самый близкий соратник. Он художник, автогонщик, бизнесмен, человек абсолютно далекий от политики. Никогда и не подозревал, говорит, что придется отсидеть за тюремной решеткой почти год. По явно сфабрикованному властями обвинению в расхищении государственного имущества. Настолько убогая и не имеющая под собой основания обвинения, что я думаю, поэтому именно его не передают в суд. Потому что у этого дела нет судебной перспективы. Мой муж просто заложник у власти для того, чтобы иметь влияние на меня. Увидев воочию всю эту тоталитарную систему и почувствовав ее на себе, я просто готов сейчас и помогать во всем этому движению и партии, и самой Юлии Владимировне. И об этом я уже сказал, что готов заниматься не совсем мне любимым делом, политикой. Ну, у нас в стране, если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой. Солнышко, она же Женя, она же в кругу близких Пете, скоро снова уедет в Лондон, чтобы продолжить учебу и получить звание магистра. О том, чтобы остаться за границей, навсегда не помышляет. Ей есть чем, говорит, заняться на Украине. Я учусь, в общем-то, не для того, чтобы там остаться и работать, но для каких-то чужих людей. Я хочу помогать маме в ее деле. Вы помогаете в Украине, да? Да, да. Я как раз занимаюсь этим предметом сейчас, очень вплотную и серьезную. Так, а как сделать в Украине в Волочине? Да, то есть реформы, теория переходного периода, все. Так, еще один политик будет? Да, дело в том, что, например, история показывает, что только женщин было сильных. И такие женщины действительно могут делать перемены. Потому что женщина в себя включает все достоинства. И, в общем-то, женщины могут добиться очень много. Кого вы воспитали? Я воспитала человечка, который очень хорошо понимает меня и понимает, почему я это делаю. И главное, она поддерживает просто. И я ей очень благодарна за это, потому что половину стрессов всех этих тяжелых времен, арестов, тюрьмы, я пережила только благодаря тому, что семья, вот как бы сознательно понимая, что происходит, это все-таки благословило меня на эту работу. Не на тюрьму, на работу. Я в тебя очень верю, поэтому. Я знаю, что моя мама, она, как бы у нее есть такое вот самопожертвование, такая вот черта. И она действительно очень любит свою страну всегда, когда мы с ней разговариваем. Она всегда вот на это обращает внимание, что она бы очень хотела видеть Украину. Другой. Другой, да. А вот не получится. Этого не может быть. То есть я абсолютно серьезно вам говорю, что этого не может быть. Потому что, когда включаются уже какие-то силы, которые, ну вот, могут дойти до людей с добром, мне кажется, что люди интуитивно делают тот выбор, который нужно делать. Но просто нужно, чтобы эти силы вот оформились, появились, и чтобы люди их узнали. Когда я вас слушаю, это я ловлю себе второй раз на этом, вы настолько все это как бы раскладываете по полочкам, что мне кажется, что вы мне рассказываете очень красивую сказку, в которую, в которую, правда, не Илья Мурмец пришел, а прекрасная принцесса Юля, и победила все силы зла. Я хочу сказать, что вот как бы складывается у людей такое мнение, потому что никогда еще в своей жизни от, скажем, намеченных каких-то результатов я еще никогда не отвернула. То есть как бы результат приходит неиспешно. Поэтому я очень верю в себя, честно говоря, и очень верю в команду. А еще больше Тимошенко верит в народ, который, хоть и ошибается в выборе политиков, не должен уверенно отстраняться от участия в политических процессах. Ибо безразличие и дает власти, говорит, непозволительное право делать все, что ей нужно. А это далеко не в интересах людей. Потому главное, что необходимо сегодня Украине, убеждена, референдум по отстранению действующего президента от власти. Как утверждают многие аналитики, даже на Западе, что Тимошенко делает, совершает две серьезных ошибки. Слишком сконцентрировал свое внимание на личности Кучмы, и на второе, на референдуме. Мне кажется, все-таки ценность политика – это действовать адекватно обстоятельствам. Вот мне удивительно, вы пригласили сантехника в дом, да? Он не знает, где кран, он не понимает, что нужно делать, чтобы не текла вода, или чтобы работал, извините, унитаз. И вот вы этого сантехника что будете оплачивать, держать? Вы просто его попросите пойти домой и пригласите более эффективного человека, который может это сделать. Но почему же тогда президент, у которого в руках жизни десятков миллионов людей, который явно для всего общества не интеллектуально, не духовно не может управлять страной, почему страна должна закрыть глаза и терпеть вот такого низкокачественного менеджера? Это нелогично, это нецелесообразно. То есть вы настаиваете на референдуме? То есть я не просто настаиваю, я считаю, что это сегодня единственный путь дать возможность людям сказать свое слово. Правда, как язвительно замечают оппоненты Тимошенко, идея референдума, мол, возникла у нее лишь от того, что сама она рвется в президентское кресло. На что Юлия Владимировна отвечает очень спокойно. Она будет бороться за власть, но лишь в одном случае, если не увидит единственного и достойного кандидата от демократических сил. А так она готова, говорит, стать даже простым солдатом в команде, лишь бы иметь возможность реализовать свою программу. Что же касается референдума, добавила, сомнений нет. Власть будет мешать и, безусловно, угрожать и ей лично, и ее семье. В нашей стране ничего нельзя исключать, к сожалению. Потому что, как показывает опыт последних лет, неугодных политиков и неугодных журналистов у нас убивают и убивают именно по заказу высших должностных лиц Украины. Ничего исключать нельзя. Но это не значит, что это может стать препятствием к движению нашей команды к намеченной цели. Вы знаете, от властей можно ожидать любых провокаций. Честно говоря, я прогнозов не хотел бы давать, но, в принципе, и я, и она, и все наши друзья, и даже родственники, которые нас ждали, ее почти три месяца меня, почти год, без девяти дней, все, в принципе, готовы к повторным таким же акциям. Но я думаю, вся и следственная группа, и генпрокуратура знают однозначно на сто процентов, и я им об этом говорил каждый раз, когда с ними встречался, что нас они уже сломить не смогут. А вы не боитесь? Я бы сказала так, что мне действительно страшно. Я нормальный человек, я боюсь. Если бы я сказала, что мне не страшно, это была бы неправда. Ну, если возможно, так, мне страшно, но я все-таки не боюсь. Ну, то есть, как бы, страх есть, но боязнь – это нечто иное. Это уйти от этой проблемы, это, ну, как бы, убрать источник этого страха. Но пока я буду делать то, что я делаю, этот источник страха, он будет всегда. Вот это действие власти. Как бы мне страшно, но я не боюсь. Вот вам и полуопущенные веки, и нежный, задумчивый временами даже печальный взгляд. И образ, скорее напоминающий тургеневскую героиню, нежели борца за свободу и справедливость. Но, видимо, времена меняют и образы. Вы смотрели программу «Без галстуков». В следующий раз мы выйдем в эфир 30 сентября в 21.30 на канале ТВ6. «Без галстуков».